сегодня у нас четвертое число 5 5 апреля это утро у нас 25 6 после утренней молитвы вот еще поля даже сидит за решеткой за компьютером сидит есть несколько вопросов тут хочу задать у тебя какая пенсия сколько сейчас мне добавили сейчас как 80 лет исполнилось добавили 11 11 ты больше меня получаешь на три или на 4 тысячи даже а у меня льготы там репрессированные там 100 рублей льгота не в этом тебя хватает хватает слава богу в долги не залезешь нигде у нас по уставу написано нигде ничего не занимать чтобы спать тебя матрас не вытащили и жену у меня есть знакомые которым нужны были деньги а сейчас только где едешь и везде за пять минут оформляем кредит за пять минут а что за пять минут тебе узлу наденут в клетку посадят оторвут тебе мозги и сделают рабом жидов это же все из одного мешка все это ездить вся америка в долгах находится у нас в уставе деревенском написано нигде никогда ничего не занимать нигде никогда если надо у своих где-то попроси не лезть в банки милости больше 27 лет здесь у меня знакомый человек есть тебе хорошо знакомый я не знаю у них не советуется ни с кем ну где-то как-то он видимо наследовал от матери это качество деньги взять и я потом отдам отдавать с процентами минимальный процент это ну где-то 26 27 процентов 32 вот государство у государства занимает и пишут международный валютный банк у него берут 20 процентов пять лет проходит уже в два раза больше платить платить надо должник делается рабом взаимодавца дети жили мужа нету ни с кем не советовался раз дом продала если дети все по квартирам и теперь платят во сколько ты знаешь о коме говни с кем совета не держала он точно так же видимо знает высшее образование ему ничего не помогло никто не знает когда теперь его за глотку берут он работает и работает и такой специалист и ничего не можно только долги едва едва процента а дальше у нее все идет и женился я не знаю сказан он или нет что она выходит за раба она-то думает за свободного еще еще делают ничего продал себя в рабство это на торжеще я продаю себя в рабы дайте мне денег у тебя взяли деньги кому-то то отдал надо допустим матерь или кому тебя заковали повезли другую сторону дальше ты будешь в рудниках где угодно ты раб а я убегу убежишь там тоже это проговорено если ты убегаешь значит тебе будут устроена казнь руки-ноги отрубят и потом убьют рабовладельцы с сестрой а многие ли бегали да нет это сильно было обидно я на сегодняшний день тебя спрашиваю ты кому-то должна или нет если я умру у меня жена остается свободной для рабыни ну ты меня знаешь я не звоню годами вот как приехали сюда и кажется еще ни разу не позвонил за восемь месяцев а зачем я никем не нуждаюсь просить нечего кому надо тем не позвонит и мне звонят каждый день здесь из-за рубежа из австралии из америки кого только нет батюшка звонит у него есть на что жить а у меня ничего нету я не получаю ни копейки ниоткуда добавки пенсии минимальные притом кладёжки протягиваю ножки у тебя если я сейчас мне нужно да я тебе скажу или кто-то придет и попросит четыре тысячи шестьсот семь рублей ты можешь за дать за то просто сказать я сильно нуждаюсь прям крайне вот сегодня сейчас пойти и взять и дать не ну сейчас не могу а пенсию получу нет сейчас надо а сейчас не пенсию нет сейчас не могу не можешь ну где я возьму у меня нз лежит там ну да я для людей прошу а если тебе ты должна где-то будешь проценты будут высчитывать каждый месяц задолженность вот за квартиру не платят жкх сейчас закон вытряхивать человека в маленькую квартиру а это все изымает государство а его дома нету вырезают дверь все ты уже домой не зайдешь тебе отсюда прям а то весь интернет кипит этим а что делать бабка осталась одна три четыре комнаты платить у ней не пенсии ничего не хватает и она не платит годами и речь идет уже сто двести тысяч долгу она никогда не рассчитается еще дальше делать а его отапливают и тут понятно я и так надо но четыре тысячи шестьсот семь рублей нужно сегодня ну с пенсия могу дать так не может надо давай гадать не буду ко мне приходит здесь почта приносит квиток я ничего не разобравшись вчера выбрал время и пошел на почту там заходишь сначала квиток надо получить какое что получать и здесь написано извещение лапкина н в это кто ой да я же горела чтоб они обратно отправили они буду выкупать это лекарство это лекарство меня так и подумал а говорю она живая еще четыре тысячи шестьсот семь рублей да не нужно мне говорю я зачем заказываешь то я тебе каждый день говорю что не нужно что-то у меня голос повышаешь не нужно я тебе говорю зачем ты заказывал это я посылали теперь в глазах то людей ты кто а мне не нужно так это но могла пораньше подумать пока не писала туда восемьдесят лет девятый десятый какое лекарство ты из больницы не вылазишь или поликлиники каждый день тебя возят каждый день я пришел она мне и говорю что это такое да может не правда а то четыре тысячи шестьсот ты понимаешь что это такое да знаю я не мне позвонили по телефону я говорю отправьте они говорят хорошо мы отправим а опять продолжает как она отправить кто это государство она платит за то и другое кто же будет отправлять за счет кто-то будет возиться перекладывать а вот правьте как это легко я заказала я теперь не беру отправки как это выглядит перед богом я думаю они 99 рублей а потом вдруг такие я говорю да у меня таких бешеных денег нету этот бешеных людей заказ это делают вот они сделали заказ ну что делать зашла на чернявский иван семёнович инвалид инвалид великой отечественной войны жена его тоже она много трудилась александра ивановна пока они здесь думали это мы решили тогда тоже оформить как-то лекарство они там наговорили пришли под документы показали что они там из больницы все наши данные специально снимает данные все это пишут а если одна старуха живет значит он ее укольчик и она скопыльнулась и он назвали доктор смерть 47 бабок уже на нем умертвил а с квартирами дальше уже делают научились оформлять подпись подделать квартиры все изымают мы однажды с тобой шли здесь по этой как раз улице и там женщина одна подошла вот мы уже все отдали такая идет здесь как компания старикам пенсионерам вы же пенсионер ну да ну вот такие какие-то аппараты там слуховые на глаза бесплатно нам осталось четыре не знаем кому отдать и сразу давай ягод зачем это не так просто они тебя завтра придут спрашивать да ну а я вы не будете просить назад да нет это все бесплатно вот я могу показать мы не видим то что как только мы заговорили с другой стороны улицы от здания мужчина отлип и быстрым шагом к нам подошел так ну что за тобой следят если ты заказываешь такие лекарства явно что денег у тебя много как говорят куры не клют а тут и курение нету и клевать нечего ты помнишь или нет это не может потому что вы деградируете женщин намного быстрее в школе там до пятого класса хорошистка лучше мальчика учиться все дальше поползла вниз пословица от чего длинные волосы и короткий ум сколько раз говорил тебя из зож здоровый образ жизни каких-то журналов нету потом ты пришла их там положила на стол бросил берите кому надо никто не берет почему жена и должна слушаться мужа я тебе сколько раз говорил не заказывай не ходи мое мнение просто государстве надо сделать после 60 лет такие которые ну постоянно ослабление там зрели но видит еще что-то не то что упала руку сломала но такое как обычно у меня что-то болит вот осматривает не надо делать этого у меня врач знакомый хороший врач и он говорит я граждан кем работает врачу приходит говорят полуживая а почему одни бабки она работает как раз по пенсионному возрасту и очередь ась да баба иди твоя очередь то все она сижу там слушаю отправлять наконец-то зашла в кабинет добрый день внученька баба раздевайся ась я говорю снимаю показываю халат то я не пойму счете халат личности помочь она я врачу тебе по халат помочь снять она показывает да нет тебе надо снимать на у меня рука не шевелится ну как ну давай стягиваю и весь день а там очередь сидит их и она в этом плывет и она ушла бы ну куда она приходит как парализованная жена надо принять какой-то закон но нельзя так не убивать ничего живите помогайте бабками но это не поможет да вот нога что-то у меня палец куда-то баба ты молодая была ну да танцевала ну да но учет прошу что вот тебе и все приходит курит а у меня что-то с легкими но но прокурил да вот нет это что-то надо ингаляции назначили мне делать и все разбой да я пошел на ингаляцию верующий всю жизнь был всю жизнь курил если он пьет сыр рост печени можно сказать даже какие болезни будут если курить на свои рак щеки все эти ему альяны гальяны не помогут кальяна вот она вчера я говорю знаете что выбросите это все это бабы дурить я говорю никак мы можем выбросить никак и она опять понесла на полку сколько за работы вы бабки даете то а я сказала не надо отправьте за этот счет вот это ловко ну как о нас будут разговаривать люди досмотреть значит пойди если заказала выкупи отдай пенсию и это тебя вразумит ты больше этого делать не будешь мой тебе наказ один с пенсии сходи не будь обманщицей да глупо будет но ты поймешь по-другому никак у меня было так книги послал там много книг и они не сказали там даже дошла она даже дальше москвы надо на украину тамаре санны и дома они говорят мы были дома и нигде печати украинской нету книги вернули это две коробки тридцать один килограмм отправьте назад платите заново деньги заново другой точно так же из воронежа кажется он в отпуске был и не получили потом проходит время лето прошло он мне пишет я не деньги это я вам посылал за книги то все уже рассчитался а что-то книги долго идут я буду конечно давно у вас должны быть а нету я пошел на почту а меня не было уведомление пришло посылка вернулась а почему но они не могут все время там ждать то там одно уведомление другое их дома никого нету прислали я ему говорю пришла посылка то ваша да ладно тогда уже еще сделаешь это виноват мы вам заплатим сколько вы заплатили а грунет это мои расходы я вам ее уже отправил заплатил заново и отправил чтобы обо мне они были правильного мнения да я не виноват он не виноват вот после этого я вам вышли деньги не высылайте один случай был с америка и точно так же я заплатил дважды оплатить там стоимость 2 или больше стоимости книг зачем это мой имидж мой тебе совет пойти сказать потерпите или пойди займи у кого ты знаешься займи только до получки без процентно и выкупи выкупи когда вернется назад они тебя проклинать будут люди эти тебя здоровья не будет ты сделать так чтобы без по беспричинно могут нас ругать и проклинать и она незаслуженное проклятие не сбудется нападет на волосатая тема беззаконника так написано я вчера с ними стал говорить они там по каждому пока а то сразу они сгрудились а я не слышу еще не говорят то я говорю может нет еще за нее платить надо конечно и сколько четыре тысячи шестьсот семь четыре тысячи даже рубля вам не дам так это не вам даже дадите да мы вам не дадим посылку у меня разговор пошел хороший и мне не понравились такие сидят все у них там заходишь аппарат что надо на тебя пенсию получать одно квиток идет если бандероль я гляжу бандероль у меня и заказной и вот еще пришло ну то есть не из одного окошка я два на меня когда загорелась номер такой-то под два часа по 23 было вчера мне заходить я подошел это на то я и второй раз она тогда со мной пошла то есть я заранее взял где деваться некуда и вот такое дело я думаю надо же ведь я жизнь с этой женщиной женился то это почему же ее теперь в рабы то берут да как я могу позволить это я пошел дальше выброси эту нет мы это не можем сделать выброси скажет еще один пришел полуумный наверное какой сам такая бабка у него но вы купать игру мы не будем нам не на что она на полку понеслась видимо думает ну еще разговаривать но я не должны не должен ни копейки никому никогда за всю жизнь у меня была стипендия когда учился 26 рублей 6 рублей за квартиру это очень дешево остальное живи питайся ешь покупай книги ходи в кино и не хватало я что тогда выхожу и иду смотрю кому снег с крыши скидать если летом я быстренько собираюсь с сетями еду вдвоем с товарищем ловим рыбу на базар и скорее мне жить надо жреть если летом то смотрим у кого лежат дрова кому-то дрова попилить надо лишь как боком головку держит вот такое дело зимой значит снег с крыши скинуть и лезу туда и скидываю а и на корме да еще и денег дадут а нет помню бегал на вокзал утром рано а есть нечего я на вокзал их поезду кто-то выходит чемоданами я подскочил у кого безбородые такой же да ладно мы сами на баба или кто-то мужчине женщины не бойся я верующий я не возьму ничего не убегу не с чемоданами своими вытащил ее в такси она мне там все я теперь опять полмесяца живу мне жить надо но не я понимал если я займу то после когда получу новую стипендию я должен отдать у меня опять на руках то половина то мне опять долги надо лезть и нет я один раз должен без долгов обойтись и теперь у меня стипендия полная будет а она рассчитана на то стипендия чтобы тебе прожить на хлебе и на воде хотя бы государство то было бедное потому что надо было другие страны кубу там мол жир кормить а свои то они сильные люди тем более сибиряки и думаешь знаешь почему я в перчатке знаешь от еще написано ох рано ох рано у тебя есть белая краска какая-нибудь вот здесь вот между ох тире поставить рано ох рано я договорился помыться сегодня но надо снимать будет мне надо большую резиновую перчатку говорят у тебя есть есть можно ее взять у тебя можно ты мне его помой дай потом вот здесь попробовать завяжут мне я тогда помоюсь а у тебя большая рана до перекуси было вчера так я не спрашиваю сам разберусь что надо принесу принесу я знаю самое лучшее лекарство это моя собственная моча я сразу помочился завязала потом еще она кузьминиша делала такое там знаешь такое на на сале на мыли там такое эти когда на руках трещины замазывают они трещины у тебя это тело такое там воск значит по деньгам мой совет только один может быть пойди заплатить прости меня господи прости я господи я тебе помогу молиться буду чтобы господь простил тебе что ты мучила людей куку выкупи и съешь лекарство да игнати но не надо мне его не надо не надо обманывать ты на небе или на земле находишься я думала что она дешевая но ты думала неправильно и плохо за твоим платить то кто будет я думала брак в мозгах и поэтому они сделали все запечатали сделала лекарство послали и они тебе что ты можешь обратиться в суд скажи я думала 4 рубля стоит оказалось 4000 и они там разберутся прокуратуру там этого города она направь город переслав какой-то там это твои журнальщики тебя довели до этого защит совет только один без обмана выкупи и съешь обязательно не надо мне вода кипит а вода кипит ну все ты поняла я сниму воду не буду я покупать так ты меня слушаешь или нет ты меня слушаешь слышу выкупи людей не обманывай вот увидели у сергея что-то там микрофон плохо и тоже прислали вчера я я сказал там в интернете не посылайте я даже не пойду но пришлось за два этих документа идти и тут написано тоже сколько стоит но бесплатно я не брала может там заряд какой-то сейчас разрываю рванет тебя или там от травы белая какая-нибудь но я смеюсь сергею отдаю он получит не мне значит выкупи и употреби его по норму как-то насчиталось а газетки эти свои брось тебе это не поможет и больше никогда так не делать тебе выслали а я пришел я никак но ты можешь и не есть но выкупи сначала не будьте даже никому ничем это чьи-то чьи-то деньги апостол павел никому ничем кроме взаимной любви какая любовь то скажет ну надо же а может там кто-то был и говорил не посылайте это бабка у нее денег даже таких нету и так а теперь он возвысился тот мир же вам говорил ну кто ж это знал да тут какая зараза ведьма старая тебя проклинать то будут выкупи обязательно выкупи и на сухарях проживи нигде в долг не проси ничего у меня нет ничего меньше тебя пенсии у меня хватает у меня знакомый тут а у меня персональная там пенсия лужков по недоверию президенту правительству там на пенсию отправили 251 тысяча ему жена батурина у я не знаю сколько миллиардов самая богатая женщина в россии мы считаем это матвиенко там эти все это другое батулина елена и они все на разных фамилиях ты меня слышишь ты не хотела записаться это не надо ты должна меня слушаться я тебе сколько раз говорю не покупай никакой морковка тертая это можешь а ты все любишь бананы какие-то там бананы нельзя мне я не ем их все а сколько что их поела то сколько перепортила себя ананасы жуй день твой последний приходит буржуй я обхожусь и ты обходись обыкновенные сухари размачивай вот это все у тебя главная беда всю жизнь была какая сахар ну примерно десятикратное превышение нормы сахар варенье это понятно сахар но когда творог от коровы сахар в природе нет сладкого потворога эссензы у фермише спайсе один такой сказал ешьте не смешанную пищу не смешанную поврось а может туда огурца нельзя ничего не надо вот как она есть не смешанную вот это принимается береги сама себя себе еще жить дорадоваться договорились ну все поликлинику уже не надо еще зачем-то нет так я же не закончила еще ты мне уже всю неделю говоришь сегодня последний день я говорю ну перестань ты татьяна то она за тобой с работы у нее своя семья она тебя возит опять последний день привыкла к лжи и ты знаешь что это не последний даже идешь здесь сейчас скользко так я говорю не выходи из дома если сюда утром молиться держи себя на стенку прибил такое как перила иди за них и держись ты упадешь ты провоняешь лежать будешь сломаешь шейку бедра вот тут будет водище и все время водище что-нибудь где-нибудь каждый день готова мыться вензатоуз говорит великий пост 7 недель никто не мылся я не знаю как обходились но в баню не ходили мысль это мылись но в баню не ходили в баню и ты не думаешь что каждый день два раза ходишь моешься в душ и у тебя будет запах от тебя приятный нет вот я на на масле носу четверг сходил и сегодня четверг на страстной неделе 7 недель я никуда не ходил не никакого запаха ничего нет ой да вот слово ванище тебе может вернуть святой человек а вот я знал сейчас 3 недели не моешь ну чё что ты говоришь куда пошла пошла мне надо помыться дома не стирай воду не успевает таскать кто бы не пришел всех зарядить два ведра гляжу володя туда-сюда только ходит тот володя пенкин и это тоже то ли придет твой племянник ты раз в десять больше воды тратишь на себя женщина слушай внимательно не обижайся научись обходиться малым кто не во что ставит малая то мало по малу придет в упадок он у меня лозунг написан 19 1 сирахов мало по малу везде звонит даже потеряете мы живем у тебя домик рядом ну там шагов 30 между нами раз сбудешь да зачем же это у нас на разные стороны ворота здесь и на улице там никита еще тут один есть кажется видите и стоят и разговаривают по телефону через космос в другой комнате сидит не делать этого нигде ничего лишнего не брать не покупать ты учти что за тебя электричество платим угол ты не берешь дрова мы сами привозим ты на обеспечении полном государственном то есть на нашем обеспечении живешь цени это володя приходите печку затопляет спаси христос я очень благодарна все мы знаем ты очень благодарная слава богу за поэтому советом не пренебреги выкупи сегодня же да я где денег то возьму сегодня не надо спрашивать когда ты заказывал ты должна была думать где лукавство еще раз говорю а ходишь в церковь молишься ты не имеешь права идти даже молиться сегодня если узнаешь кто-то на тебя что-то имеет иди прежде примирись а тут примириться только через деньги ты евангелие выполнив жизни это очень нехорошее состояние у тебя сегодня идет страстная неделя четверг чистый вот и умойся ты понимаешь там люди получат и за что же они отправили заплатили за посылку то деньги а теперь вернулась назад и ты не берешь теперь за обратно им отдадим тогда когда вы заплатите они ни рубля не получили обязательно выкупи прошу только этом по вере моральный кодис христианина чтобы никому не быть должен ничем кроме взаимной любви ты слышал это какая любовь от них тебе будет а ты наоборот бы сказала пришла и узнала адрес точно да после того как отправишь им чего-нибудь пошли там сухарей луку там еще смеешься-то ну чего-нибудь пошли я не знаю книги послать о вот это да купи книгу у меня и пошли так я у тебя купила уже не лежат у меня вот и сделай вот сделай до конца не отнекивайся я время трачу на тебя мне времени нету ты поняла нет ну хорошо давай лучше книги им отправлю как лучше так она лекарства то вот она где им книги то это подарок они нужны компенсации это опять дуришь еще сказать правильно жириновский говорит 50 лет я сразу в дурдом сдавай говорит вот смеется трясется ты не смейся плакать будешь чтоб тебя здоровье было ты ищи благословение людей там может верующие работают и скажут да просила бабка то верующие так вот такие бывают это вот ваши все верующие такие ты маленько раскинь палатой то есть порошинкой ума и еще получится из этого неправильно ты делаешь значит дай мне обещание что ты отправишь это я не могу дать обещание тебе никакого вот это тайна что ты от меня делаешь ты не должна была выписывать пока со мной не посоветовалась да еще нарушила главной заповедь ты даже письмо написала пока я аминь не запишу в конце не имеешь права отправлять потому и не стала письма писать но все-таки хоть одно благое дело а то бы со всех сторон посылками валили на тебя значит так квитанцию это тоже измайла все покажи покажи его разверни как взять продукт противления ну как нет от ее всю всю и скурил стало уже еще пальцы в рот на бумага может протравленная какой-нибудь ядом вот она вся измята все ты раз двадцать перегнула а ой он как жестоко обращается с этой пожилой женщиной он бы ей кресло поднес да посадил а у меня здесь даже кресло не войдет ты больше молись меньше болтай то есть со всеми разговариваю мало яшть мало пи здраво будешь и твои болезни изнутри от переживания вот услышала где-то собака брошенная ой одна собака замерзает если рвешь внутренность свою ты детям не поможешь которые сгорели опять везде переживаешь тебе не сказали что премьер-министр в австралии акула съела вот еще ты не плакала у тебя челюсть сразу отвисает ну еще могу сказать еще в президенты стреляли в америке и ранили его рейгана правда он умер теперь от него переживать будешь да как он здоровый высокий ростом был но охранники арестовали проще то на путина было уже несколько покушений вот поплачь но на медведево покушение хвачков для владимир васильевич сидит сейчас спокойненько старичок сидит там где-то на вас уздечка нужна крепкая на меня один тут нападал сейчас сидит спокойненький такой ничего не делают а то сбесился на все каноны на все вся церковь еретическая президент антихристы вся власть антихрист а сейчас спокойненько сидит еще не говорит нормально и ты не жди бог тебя положит болеть чтоб ты не болела сегодня же сходи или завтра там ну ну прям вот 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 когда пенсию то получать тебе в этом месте дня через три 9 9 числа до 9 ты терпи никуда не денут только сходи им скажи я выкуплю денег нету скажи до 9 сходи на почту номер 56 на улице никитина дальше женщина звонит мне так а вы кто будете ну кто я какой-то а нам нужна лапкина надежда васильевна подожди чё ты как собака вся в блохах хвост и а так и ты в этих долгах уже я знать не знаю ваша это жена я грудак вот скажите чтобы она пришла красноармейский 111 я тебе уже сказал ты ходила туда да вчера мы сходили они оказывается старый поезд нашли и ждут я говорю так я же получила вот он я дала свой ну надо же так вы выходите опять нет а она тогда забирает у меня от которой я получила пользу а у меня взяла его но говорит вот уж обновление как бы и новенькие дала мне такой же поезд дала новенький ягода ко мне он зачем мне уже есть ну давайте ему просто дело в том что тебе это идет уже тот кто тебя побуждает к этому он знает ты обязательно запутаешься не ходи ты все время пароль забыла как входить я гну отдельно рукой перепиши какой пароль мой мир то или в контакт это проходит сколько время приходит опять нету потеряла то есть небрежность вот это ну нельзя так делать сколько говорю соль соль если рыбу какая-то два три раза посолишь а это вредно для здоровья соль на столе чтобы не было все у меня люди учатся кроме тебя ты здоровье свое гробишь не нигде не противоречь вот сюда приходишь утром у меня только один наказ пришла помолилась рот не раскрывай иди спокойно домой обязательно что-нибудь начнешь шариться у меня в шкафу перебирать я это не люблю у меня если на 20 сантиметров ты кастрюлю переставила она мне сгниет я не открою я не могу найти я ищу даже вот как стояла я протягиваю руку нету я разворачивался ушел еще меня не поняла я не люблю искать воровать у нас природе вора не было никогда так с богом что вопреки хочешь сказать чем не согласна вот отвори плоды ты заказывала 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 я считал я считала неправильно то добавлю ну да я вперед еще не просчитывала на полшага вперед нету я говорю как володя ушел на работу ко мне не подходи я не слышу я сижу там слушаю там разговоры веду обязательно при володе нету как только он за дверь начинает стучать я приготовила кисель я-то не принимаю кто наконец услышал кто ты говоришь но тебя не слышно даже от аллы звонишь всегда нормально если ты там и звонок не работает это все понятно что кто-то тебя раззадоривает я тебе сказал не надо а я блинчики вам сделал не надо мне блинчики мне важно что я спокойно сижу я не слышу ты меня дергаешь а я разговоры веду чё тут непонятно то ну просьбу выполни не лезь ко мне утром проси что надо тебе ну до половины сухарей отдам тебе как только хлеб на пеку там принесут а сразу тебе сколько надо тебе ничего мне не надо да молодец ты какая да умница ничего и уже не надо испугалась ты считаете не хочу я прям выбирать и выкупать я уже нашла лекарство мне уже не надо это твое не надо вот я неудачно женился и неудачно вышла замуж но все так неси не надо трепаться то а вот она такая сейчас она верующим мы с вами разговаривали она однако брюки носит не слушается что делать ничего не надо делать неси это время как это легко раз пошел помоложе нашел говорит вытащил ты держи то что имеешь вчера там пархоменко слушал константина на смотри и он говорит главное вот то то это сейчас все проблемы это знаете главная проблема это вот проблема и проблема где ты высчитал это я смотрю на него он говорит как будто библии не держал считает 10 главу берет лежит у него на лое и библия написано библии видно что протестантское издание то ты ты же такое протестантское издание без одиннадцати не канонических книг за 2000 лет церковь не выпускала никогда православные никогда он положил 66 зачем ты на аналогию держишь то но я не боюсь сказать он сразу кинется я псевдо православный но они ищут все время там эти миссионерские отделы создавали самых псов самых диких бешеных туда натолкали и они все время кидаются мне некогда этим заниматься вот самое главное это секс где он это слово секс взял где чья жена будет ты по делу скажи самые главные грехи за самые главные грехи дьявол представил христу камни сделай хлебами чудо авторитет создать вот что необходимо телефон слава иисусу христо ну чего еще сейчас резиновые перчатки тогда в них может быть так в пределах до одиннадцати с богом все ладно она все равно не слушается сколько на тебе время потратил значит последний наказ выкупи тебе бог здоровья даст больше никого не обманывай чтобы придешь вспомнишь жертву приносить и кто-то на тебя что-то имеет они на тебя имеют ты нарушила самые главные принципы христианство никому не будь должным ничем ты перед богом стоишь за деньги здоровья не купишь я знаю это я никогда ни одной таблетки и горит они ни одного укола нигде стараюсь не чтобы не сделали главное что то ходи двигайся не злись не ревнуй не поноси ну и все такое не-не-не-не-не и все это отхлынет его отвалится с богом надо без закрытым хочешь оставайся будем записи делать я расстроилась расстроилась расстроился тот который решил дом расстроить я очень прошу тебя выкупи съешь это ничего нельзя сделать старообряческая тупость прости христа ради все пошла и у них прости прощения передо мной это ты еще виновата только что я у них попрошу прощения когда выкупишь пошлешь подарок тогда попросишь подарок только тогда когда не получат и ты напиши скажи дайте мне уведомление хотя бы звонок что вы получили а потом ни слова не говоря пошли книги сначала узнай нужны ли они книги то это бизнесмены торгаши так все с богом а зачем ты проколола нож взяла нож проколола газету и в это уже тянешь это нормально потому что нельзя острие оставлять ты без тебя в нашей комнате то мы разберемся или нет а ты у ума дать не можешь простой бумажки то подошла ножом протолкнулась вот такая бабка такая послушная прямо эталончик в оконочку поставить то она непрерывно что-то шарится делает а у себя на столе хоть три стола все недопито недонедено надкушено ну хватит уже ну хватит уже ну че ты прямо все иди с богом иди она боится чтобы кто еще не сказал иди с богом сейчас ну сейчас обозлишься и опять болеть будешь иди с богом ну иди быстрее ну куда я пойду разута что ли я же должна обуться и одеться еще не кусай меня ну иди с богом ну куда я же одеться давай давай помогу одеться надо нам отойти ну так идите да дверь закрыть надо прежде чем отойти мы же двое связаны события дня вы не знаете что такое павел говорит будете иметь скорби по плоти а мне вас жаль тогда идет нормально когда жена слушается каждое слово и ни единого слова не говорит еще вот и не залезла у меня сейчас понял ты хотел осунуть свои ноги в ботинки богом благослови господи а то не знает что с женой делать учить надо учить ее и терпеливо нести это бремя тяжелое она нужна жена хочешь что-то иметь первым делом приобрети жену на что лучше лучше не жениться а как же не хорошо одному быть это в раю когда не было с кем поговорить а сегодня а сегодня хорошо когда сейчас это даже допустим статистику вчера я отпечатал у себя сейчас покажу какая статистика вот здесь вот статистика статистика о чем по всему миру где здесь вот это вот она вот статистика на 4 апреля восемнадцатого года в 8 00 по московскому времени население мира сколько миллиардов 7 миллиардов 612 рождена сегодня за один день сто девяносто три тысячи умерла сколько сегодня вот сегодня то есть к восьми утра уже восемьдесят тысяч умерла прирост населения в этом году уже 21 миллион на натом цифры все время бегут правительство сколько издана книг вот смотри здесь леса голодающих в мире с избыточным весом 1 миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов избыточная жир могильным червям людей страдающих от ожирения и 701 миллион это избыточный вес и ожирение это уже не двигается людей умерло от голода сегодня утром 15 тысяч 376 не хорошо человеку быть одному а теперь павел говорит хорошо повторяет хорошо ему остаться одному и люди этого как будто не видят почему да потому что столько людей умирает я говорю сколько людей одновременно вот это так мобильных телефонов издана в этом году 2 миллиона девятьсот восемьдесят тысяч телевизоров продано сегодня в один день триста тридцать две тысячи книг издана газета распространена двести сорок три миллиона сегодня только распространена дальше денег затрачено на видеоигры в тридцать семь миллионов двенадцать тысяч пользователь в интернете в мире 3 миллиарда 886 миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч θα то есть половина населения земного шара пользователь в интернете имел а я отправилась сколько сегодня ста двадцать миллиардов а то я уже взял ты сегодня Не больше. 120 миллиардов отправлено сегодня. Вот сейчас я убираю здесь. Сейчас посмотри. И вот. Вот она идет. Вот откуда я взял. Вот они идут. Добыто нефти, воды, сколько требуется. Автомобили. Сегодня 7 миллиардов 613 миллионов. Население мира. 6, 7 и 613 миллиардов. Это миллионов. Так. А. Так, мне надо вот сюда посмотреть сейчас. Подожди-ка. Я не пойму, а что такое. Нижняя, нижняя. Ниже. 113 миллионов. Вот. А вчера было 612 миллионов. Видите как. Рождеона. Умерло в этом году. В этом году уже 14 миллионов. То есть больше, чем Москва. 942 тысячи. Умерло в этом году. 14 миллионов. 942 тысячи. 14 миллионов. 942 тысячи. А здесь сегодня уже 15 миллионов. А здесь сегодня уже 15 миллионов. Вот они цифры бегут и бегут. Вот как все. Ну, это, конечно, что фиксируется. Сколько от табака. От табака погибает в два раза больше, чем от водки. Ну. Вот осталось. Смертей раком в этом году уже 2 миллиона 720 человек. От ВИЧ 434 тысячи. Смертей, матерей, природах. Абортов в этом году. 10 миллионов 847. Вот цифра бежит. Это аборты ироны. Это аборты во всем мире делают. Смертей, вызванных чем? Малярия. Сигарет выкурено сегодня уже. 3 миллиарда 857 миллионов. Смертей, вызванных курением в этом году. 1 миллион 290. Уже в этом году. В этом году. 290. Смертей, вызванных употреблением алкоголя. 645. Ну, в два раза меньше. Самоубийство в этом году. Но тут поменьше. 276. 282. Вот стоит. Не движется цифра. Вот 3. Все. Кто-то залез в петлю. 3. Вот самоубийство уже совершилось. Дальше. 3. Кто-то уже стул подставил. Веревку намыливает. Становится. На одном месте стоит. Господи помилуй. Какая-то душа в ад опять отправляется. Вот сколько, считай. Это очень медленно идет где-то. А сатана крутится рядом. Там большой, маленький промежуток. А здесь, ой, 4. Все, кто-то залез. Все. И вот. Все здесь у нас такое есть. Все на этом. Спишем события дня. Субтитры сделал DimaTorzok